Роддом в Клинцах существует с 1939 года. Последние годы он обслуживает женщин четырех юго-западных районов области. Клинцовского, Унечского, Гордеевского и Красногорского. Когда площадей учреждения перестало хватать, заговорили о строительстве нового, более вместительного и современного. В 96-м стройка началась, но замерла до 2006-го. На днях долгострой принял первых пациенток. В официальном открытии Минучреждения приняли участие губернатор Николай Денин и заместитель полпреда Мурат Зязиков. Наконец-то в год и 70-летия образования Брянской области и год Олимпийский родильный дом на весь наш юго-запад сегодня сдан. И уже появились первые ребятишки. Зная то, что делается в области, конечно, мы ожидали, что очень такой красивый функциональный объект. Но, честно говоря, я не думал. Я сам был региональным руководителем, тоже роддом открывал. Но я не думал, что вот так оснащенный, вот так вот подобран уже за короткое время коллектив. И более того, как Николай сейчас сказал, буквально за день до открытия сразу шестерых детишек, значит, четверо из них мальчиков. Новый родильный дом – это шестиэтажное украшение клинцов. В нем есть индивидуальные родовые палаты, отделение патологии и лаборатория, пищеблок, прачечная, котельная, гаражи и овощехранилище. На одно только оборудование было израсходовано 130 миллионов рублей. В отвечающих самым смелым запросам пациента к условиях уже появились на свет первые малыши – четыре мальчика и две девочки. Еще одна радость коснулась тех клинчан, что пользуются общественным транспортом. Из рук Николая Денина и Мурата Зязикова ключи от десяти новеньких пазов получили водители городского автотранспортного предприятия. Кроме того, Мурат Зязиков побывал на готовящемся к официальному открытию Ледовом дворце, сыграл футбол на искусственном поле Клинцовского стадиона, осмотрел городские достопримечательности и посетил автокрановый завод. Сейчас предприятие работает не на полную мощность, сказывается нехватка рабочих рук. Однако средняя зарплата в 20-24 тысячи рублей уже привлекла внимание беженцев из Украины. Одного из них руководство завода трудоустроило. На сегодня мы работаем с загрузкой порядка 85-90%. То есть мы готовы загрузку свою увеличить при соответствующем спросе на продукцию. Мы можем производить продукцию такую конкурентоспособную и инновационную. И вот там совершенно ошибочное мнение, что там обязательно нам где-то надо за рубежом что-то производить. Вот пример тому вот предприятие, посмотрите, грузоподъемность до 40 тонн, 25 тонн, то есть разные модификации. В Новозыпкове внимание федерального чиновника привлек детский сад, введенный в эксплуатацию в январе этого года. Дошкольное учреждение рассчитано на 130 детей. Мурату Зязикову понравились созданные комфортные условия для занятий и отдыха малышей. Площадки для игр на открытом воздухе, веранды, оснащенная всем необходимым спортивная площадка. В детском саду современная мебель, игровое оборудование, наглядные и дидактические пособия. Здесь есть современный компьютерный класс, а также уютные музыкальные и спортивные залы. Родители очень довольны, довольны, что в этом микрорайоне, в отдаленном микрорайоне на окраине города, наконец-то построился детский сад. Это очень удобно, потому что близко с жильем. Сегодня мы знаем, что это восьмой детский садик уже в этом году на территории Брянской области. Ну и в прошлом году было шесть, им планируют десять. И тенденция на увеличение, это очень важно. Новозыпковский машиностроительный завод стал еще одним пунктом рабочей поездки заместителя полпреда. Мурат Зязиков пообщался с коллективом предприятия, осмотрел образцы выпускаемой продукции и выяснил перспективы трудоустройства на предприятии беженцев из неблагополучных областей Украины. Выводы об очередной поездке на Брянщину федеральный чиновник намерен сделать в ближайшие дни. Светлана Дробкова, Максим Кузнецов. События. Клинцы. Новозыпков.